Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о школьной травле. Кто не смотрел начало, посмотрите. Ссылка в описании. Беседовать будем по плану. Разберемся в причинах, которые привели к качественному и количественному росту травли. Разберемся, наконец, в том, почему ни учителя, ни эксперты ничего не могут с ней поделать. Ну и в третьей части дадим кое-какие прогнозы. Поехали! Когда-то давно в нашей стране было очень много работы. Я говорю давно, потому что сейчас появилась масса молодых людей, которые об этом даже не подозревают. И, к сожалению, среди них есть и молодые учителя. Связана такая потребность в рабочей силе была с тем, что страна поднималась с колен после разрухи Великой Отечественной войны. Нужно было поднять сельское хозяйство, производство, массу проектов государственного уровня, отстроить жилье и так далее и тому подобное. Понятно, что данный факт сейчас молодых людей может ввести в недоумение, ну или вызвать ухмылку у них на губах. Тем не менее, это было так. И престиж рабочих профессий был крайне высок. Если вы уклонялись от работы, вас считали тунеядцем и передавали в милицию. Вплоть до такого доходило. Возьмем, например, культуру. Она доказывает данный факт очень наглядно. Посмотрите фильмы того времени. Это Королева бензоколонки. Это масса фильмов про учителей. Да даже и приключения Шурика. Моя любимая часть связана с его работой разнорабочим на стройке. Надо, Федя. Надо. Находясь в этой системе, любой человек впитывал железобетонное правило. Так будет всегда. А значит всегда любой отстающий ученик-троечник будет обучен. Ему предоставится специальность и работа, на которой он сможет зарабатывать себе кусок хлеба. Который будет, во всяком случае, не меньше, чем у большинства других людей. Соответственно, нет и необходимости искусственно повышать балл аттестата. Ну, потому что смысла в этом нет. А значит и причин для недоверия к учителю и к его оценке тоже нет. А тем более нет причин для недоверия к сообществу учителей-предметников. Да еще и в связке с администрацией. Согласитесь, ну бред, бессмыслица. Конечно, уже тогда начинался процесс оттока молодежи из колхозов, из сельской местности в города. И кто-то из молодежи использовал в качестве предлога обучение в вузах. Но этот процесс никогда не носил настолько повальный характер, чтобы мы его здесь учитывали. Нам важнее другое, что у государства существовал реальный запрос на образованных людей. Да, не всегда существовал. Да, неравномерно. Да, где-то с перекосом в сторону технарей. Но он существовал. И причиной для такого запроса в том числе служила и холодная война. Укрытые клубы не в земле, а в городов мы не ищите. На картоне садьбет, и в птичцы как-то в птице, и в теплотенье прикольный гарнинон. Государство нуждалось в огромном количестве образованных и идейных людей. А значит и условия для работы учителей создавались хорошие. Не могло и речи идти об унизительно мизерной зарплате. О такой зарплате, которую сейчас учителя имеют. Тогда учитель получал нормальную зарплату, которой хватало. Но главное, для получения этой зарплаты не нужно было участвовать в грызне с другими учителями. Выгрызая у них в мерзкой вот этой своре какие-то дополнительные часы и ставки. Не нужно было этого делать, а потом приползать домой и жаловаться на изнеможение. Или тем более биться в истерике. Было огромное количество профессиональных союзов. Были реальные санатории и путевки, которые реально раздавали. Да, и тогда была отчетность, куда же без нее. Но было ее на порядке и меньше. И никто не мог даже подумать о том, что ты сидя дома в свой выходной или праздничный день можешь отвечать за своего ученика, который находится в другом городе с родителями и по собственной глупости попал в ДТП. Это бред псевого Мерина. Да, и тогда приходилось ввести непрофильные предметы. Ну, например, заменяя других учителей. Но это было исключением. Было это единичными случаями. И о том, чтобы возводить это в ранг системности, опять же, речи быть не может. А по всем об этом мне рассказывают учителя из Старой Гвардии. Рассказывают с выражением умиления на лице. В общем, стабильный хлеб, интересная любимая работа и уважение государства и общества. Ну, а вторым важным фактором, который мы должны здесь отметить, является индустриальный характер того самого, того общества. Причем такой характер, который еще недалеко ушел от традиционного уклада и быта. И, соответственно, не все культурные нормы традиционного уклада еще окончательно растворились. В первую очередь нас интересует культурная норма уважения и почитания почти старших. В общем, и родителей в частности. Мой отец пришел из кавказской нищей деревни, где он начинал работать четыре года. Весь световой день. И где вопроса о том, что не надо пахать, не было, потому что сдохнешь. Было много детей у матери. Половина перемерла, потому что были слабые. А он так пахивал. Сколько светит солнце, столько и пашешь, чтобы что-нибудь жрать потом. Его палкой с раннего возраста учились, что такое уважение старших, потому что этих детей рожали, для того, чтобы они потом тебя кормили. А если ты не обьешь уважения, они тебя удавят, а не кормить будут. Его учили этому труду сразу. Вы вдумайтесь, такое по-настоящему традиционное воспитание было еще в 20-е и 30-е годы. И только после них общество стало окончательно уходить от традиции в сторону индустриальной организации быта. А это значит, что дети 70-х и даже 80-х еще воспитывались теми, кому не были чужды культурные нормы традиционного общества. Хотя, конечно, в это время уже все начинало подгнивать. И для того, чтобы в этом убедиться, достаточно опять же посмотреть советские фильмы. Например, «Розыгрыш» 76-го года. Вам и не снилось 80-го. Трехсерийный «Неизвестный солдат» 84-го года. Да и многие другие. Там чувствуется уже отход от традиционной культуры. «Что вы? Школа нынче ужаса, у детей ничего святого. Учителя как на подбор недоумки». Но это еще не окончательный отказ. Эти нормы еще живы. И значит, у общества еще была над детьми вполне себе серьезная власть. Это уже не тотальная социальная дрессура детей в традиционном обществе, но вполне себе приличная власть. Вот это культурное поле, уже искаженное, с прорехами, с какими-то метастазами. Оно не понимает, во что превращается, но оно есть. И ребенок в нем нормально контролируется взрослыми. И в нем существует трехсторонний социальный договор между учителем, родителем и государством. Имеется консенсус. Родитель заинтересован в том, чтобы у ребенка были знания, ему нечего делить с учителем. Учитель получает социальный заказ и спрос на свою работу, а государство обеспечивает нормальный уровень жизни учителя и создаваемых ими специалистов. Конечно, и в такой системе случаи травли были, но их было не так много. Разрешались они достаточно легко, потому что это была совсем не та травля, которую мы знаем сейчас, когда детей доводят до пограничного состояния, в котором они либо в окно выпрыгивают, либо приходят в школу с пистолетами и с топорами. Это совсем другая школа, в той школе это просто невозможно. А именно в школе дети проводят большую часть своего времени. Ну а после школы с обидчиками можно просто не гулять. Общество в это время проблему травли, по большому счету, только начинает узнавать и не испытывает перед ней панического страха. Оно смело поднимает ее на поверхность, как, например, в фильме и в книге Чучело, которые в свете того, что мы знаем о травле сейчас, имеют хороший конец. Ну вот, вся эта система благополучно накрылась медным тазом. А наше общество, хотя, конечно, так неправильно говорить, является искореженным постиндустриальным обществом. Последними носителями традиционного воспитания являются наши старенькие бабушки и дедушки. А наши дети воспитываются в духе либерализма. В кавычках. Потому что настоящий либерализм ничего плохого под собой не имеет. Но наши дети воспитываются на фоне острейшего и многогранного кризиса. И взрослым банально не до них. Тают остатки культурных норм традиционного общества. Начинают подтаивать и проблематизироваться культурные нормы индустриального общества с его уважением старших или, как минимум, признанием их авторитета. Экономика страны становится полноценно сырьевой. Промышленность, стройка и производство умирают. Рабочие специальности становятся ненужными. Опомнившиеся родители понимают, что хоть какой-то дополнительный шанс для детей – это высшее образование. Вопрос встает остро. И начинается покупка оценок аттестатов, поступлений в вузы или сразу дипломов. Другими словами, разрушается социальный договор между учителем и родителем. Родитель хочет добиться хорошей оценки для ребенка, но при этом не может заставить его соответствующий учиться. Так же, как и учитель, который тоже не имеет над ним никакого контроля. А главное, сам учитель брошен государству. Он немотивированным, голодный и холодный. Соответственно, он не будет заниматься этим ребенком так, как занимался раньше и как мог бы заниматься. А следовательно, он понятия не имеет, с какой-то стати он должен ставить этому ребенку хорошую оценку. Договор между государством и родителем разрушен. Родитель понял, что по большому счету знание не важно. На работу все равно не устроишься, а если устроишься, то деньги получать не будешь. А важна оценка, чтобы был в ВУЗ и хоть какой-то дополнительный шанс. Договор между учителем и родителем разрушен, потому что у родителя появилась острая заинтересованность в оценке, а контролировать ребенка в получении знания он перестал. Договор между учителем и государством, опять же, тоже разрушен. Поэтому учитель не может учить как раньше, да и не хочет этого делать. При этом он не понимает, с какой стати он должен ставить оценку этому ничего не знающему лентяю. И все это в условиях покореженных осколков, остатков культурного поля, которое больше не объединяет и не контролирует. В такой ситуации ребенок оказывается предоставленным самому себе. Ни одной из трех сторон по большому счету он не нужен. И все это происходит в условиях рухнувшей на нас свободы слова с ее массами и потоками дерьма. То есть ребенок воспитывается в условиях, когда верх у него никто не формирует и не воспитывает, а низ у него формируется самостоятельно. Культура нужна для того, чтобы из зверя сделать человека. Но когда она пропадает, человек не возвращается к состоянию зверя. Он падает куда-то гораздо ниже и гораздо дальше. Все сомневающиеся могут убедиться в этом наглядно. Откройте на ютубе, например, видео, как гиены заживо пожирают антилопу, наматывая на свои клыки ее кишки, отрывая куски мяса. Ровно такое же видео мне принес студент, попросив прокомментировать его. Там убийца кромсает ножом заживо живого человека, который все это наблюдает и мучается. И все это в мельчайших подробностях зафиксировано на телефон. Так вот, этот убийца и гиены это абсолютно разные вещи, потому что гиена действует инстинктивно, стремясь удовлетворить свой голос. А убийца прекрасно понимает, что он делает. Это абсолютно, повторяю, разные вещи. Так вот, примерно это происходит с нашими детьми в условиях, когда культура деградирует и уступает место чему-то совершенно другому. В школе, условно говоря, появляется новое пространство. Четвертое бескультурное измерение. И в нем нет места ни родителям, ни учителям, а нормы морали и нравственности там искажены или пропали вовсе. Вот здесь в нем и рождается травля в том виде, в котором мы ее знаем с вами сегодня. И вот наступает наше время. Социальный договор между государством и родителем, ну, который по большому счету является гражданином и в частности родителем, кое-как подлатали. Но нормальной работы нет, потому что производство как сдохло, так и остается дохлым. Его никто никогда не восстанавливал, и я уверен в том, что и не собирался восстанавливать. Но где потребность в сварщиках, инженерах, токарях? Где она? Этой потребности нет. Также нет и новой работы. Всевозможные нано, мульти, микро, вирту и так далее, которые нам вешают на уши. Ничего этого нет и в помине. Потому что наше с вами общество, по большому счету, в экономическом плане, постиндустриальным обществом не является. Традиционные рабочие места, ну вот, например, камнетесное дело, облицовка плиткой, сантехника и отопление, ограниченные и не очень интересные, поскольку государство предпочитает брать туда чужих граждан и мало платит. Новых рабочих мест, ну вот, например, геномная инженерия, инженерия космических систем, технология композитов, крайне мало. И нужно иметь очень высокий уровень знаний, чтобы туда попасть, что автоматически исключает огромную часть детей, как вы понимаете. А оставшаяся потребность закрывается непомерно разросшейся сферой услуг. Ну вот, в ней мы можем видеть прикладную эстетику, например, или даже выпечку осетинских пирогов. Видите, кстати, дошкольное воспитание, как и преподавание в младших классах, тоже является сферой услуг. Вот, посмотрите, ее сюда включили. Это для тех, кто верит словам чиновников и у кого еще висят отдельные макаронины. Вот, посмотрите сюда, в этот список. Но выпечка пирогов еще ладно, потому что это действительно полезная вещь, хотя лично мне непонятно два момента. Во-первых, каким образом эта компетенция попала в перечень профессий едва ли не 25-го столетия? А во-вторых, что же, по мнению наших чиновников, в этом самом 25-м столетии не будет других потребностей? Вот только выпечка осетинских пирогов будет востребована? Серьезно? Нужно вот отдельной позицией ее туда вносить? Ну да ладно, потому что помимо этой вещи, которая сегодня, ну, может быть, нужна, хотя и не стоило ее в отдельный список вносить, есть масса шушеры, я имею в виду банкиров, юристов, манагеров и так далее. Я хочу сказать, что для обычного среднего человека работы крайне мало на самом деле. А если мы говорим про средние и малые города, то ее практически нет. Деревни и села я даже и не вспоминаю. Но кроме того, что работы мало, она еще и низкооплачиваема. Вот такая ситуация. Хорошая мина при плохой игре. Работы мало, а вид делается, будто ее достаточно. В частности, в среднем профессиональном образовании создаются и сохраняются места по всей куче невостребованных или не очень востребованных специальностей. А вузы сокращаются. Доступ к оставшимся вузам перекрывается. Еще раз. Потому что индустриальные вузовские профессии почти отсутствуют в масштабах страны. А постиндустриальных ничтожно мало. Доступ перекрывается путем создания такой системы среднего образования, в котором оплодотворить яйцеклетку судьбы ребенка могут ну только что самые живучие и выносливые сперматозоиды. Конечно, в первую очередь я говорю о самих родителях, бабушках и дедушках. Ну или на крайний случай о репетиторах. И то все это возможно при условии, что процесс обучения будет идти на фоне воспитания, в котором осталось место принуждению к труду. Только такой ребенок, если повезет, пролезет через все дебри системы нашего среднего образования и доберется до вуза. Поймите, что государству не нужно такое большое количество людей с высшим образованием. Да и вообще не нужно большое количество людей с качественным образованием. Для них просто нет рабочих мест. А вот вольномыслия будет много, как вы понимаете. То есть договор между государством и родителем хоть и имеется, но он весьма странный, лживый договор. А как обстоят дела с договором между учителем и родителем? В такой системе родитель уже не может договориться с учителем, чтобы тот нарисовал оценку. Смысла нет. Не может он договориться и с приемной комиссией в вуз. Конечно, ЕГЭ тоже можно купить, но для этого нужны немалые связи и большие деньги, согласитесь. Те, кто может выжать из себя эти деньги, а связи не имеет, отправляет детей учиться в вуз платно. Если совсем не тянет ребенок, то его отправляют в колледж, а потом опять же платно в вуз. Уже без ЕГЭ. Подавляющее же большинство населения не владеет ни деньгами, ни связями. Найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В такой ситуации любые остатки нормальных отношений между родителем и педагогом рушатся, потому что родитель понимает, что школа ничего не может дать его ребенку. Оценки-то больше не роляют, а знания почему-то не получаются у учителя ни вмотивировать, ни вгладить, ни даже вцеловать в голову гениального чада. Естественно, что претензий по этому поводу родитель себе не предъявляет. Ну просто потому, что он воспитан не в традиционной и даже не в индустриальной, а в либерально-наплевательской культурной парадигме, как и его ребенок, в общем-то. А кроме этого, уже много лет во все уши и изо всех утюгов вдалбливается одна простейшая мысль. О том, что оказывается, не знамо с каких розовых соплей у ребенка уже есть личность, а значит ее надо уважать, к ней надо прислушиваться, а любое насилие над личностью приведет к психической травме. Короче, в том, что ребенок не делает уроки, теперь виноват не ребенок. И не боже упаси, не родитель, теперь в этом виноват учитель, с которым каши не сваришь. И появляется между ними вражда, и договор тоже принимает лицемерный вид. Вроде бы должны сотрудничать, а предмета нет, совместно трудиться не над чем, вернее инструментов нет, а есть только проблемы, которые они друг на друга перепихнуть хотят. Ну а как обстоит дело с договором между государством и учителем? После 90-х, надо признать, более или менее стабилизировалось. Начали платить деньги. Унизительно маленькие деньги, конечно, я повторюсь, если не брать в расчет Москву, но их начали платить. Однако в силу целого ряда причин учителя продолжают идти люди. Ну, например, потому что работы мало. Или потому что за многую другую имеющуюся работу могут и вовсе не заплатить денег, не дать социальных гарантий, пенсионных отчислений и так далее и тому подобное. Ну или потому что наше общество до сих пор живо, его до сих пор не убили, и учительская профессия пользуется уважением в обществе еще каким-то. Дети играют в учителей, существуют целые учительские династии. Но это, конечно, автоп. В топку автоп. Важно то, что избежав голодной смерти, учителя все-таки взялись за работу. И делают ее в большинстве по совести. В перерывах между разной порнографией, которой грузит их государство, и вопреки тому, что оно корежит и ломает учебные планы, программы, учебники и так далее. Грузит и ломает, на мой взгляд, сугубо специально. Как раз для того, чтобы не тащили кого ни по поди и всех подряд к знаниям. Есть во власти идиоты и воры, но есть и те, кто гадят специально. Ну куда же без них. Так что договор между государством и учителем тоже держится на соплях, если по-русски. А в целом весь этот трехсторонний договор ни в какую красную армию. Яйца выеденного не стоит. Да и с культурным полем ничего хорошего не произошло. Оно еще больше раскололось и расползлось. А отдельные его архаичные кусочки и вовсе растаяли. Ну, например, сейчас не постыдно материться. Дети матерятся в школах постоянно. И на переменах, и на уроках, и даже на отдельных воспитательных мероприятиях. Так, учителя внезапно столкнулись с двумя вещами. С тем, что они больше не имеют контроля над детьми и не могут обращаться за помощью к родителям. И с тем, что в школе появилось и окрепло то самое четвертое бескультурное измерение, куда взрослым путь заказан. Нет, поначалу они, конечно, пытались с ним бороться. В том числе и такими непедагогическими средствами тяжелой артиллерии, как советы профилактики, обращение в КДН, в детскую комнату милиции и так далее. Но очень быстро поняли, что государство, а все перечисленное это по сути государство, а не школа уже, государство не хочет и не может им помогать. Но раз так, раз сил и средств даже в борьбе с отдельным хулиганом учителя нет, то какой тогда смысл бороться и лезть в это самое четвертое бескультурное измерение? Все это бестолку. Так решили учителя. А решив так, они, конечно, слукавили. Потому что это не бестолку. В первую очередь это страшно и опасно, вплоть до уголовной со стороны государства и до физической со стороны учеников расправы. Но говорить об этом, конечно, не принято. Но жизнь в том измерении кипит и бурлит. И интернет, с одной стороны, является его отражением, а с другой стороны, подхлёстывает его развитие и расширение. Щупальца этого измерения должны были рано или поздно проникнуть в нашу реальную жизнь, так они и проникли в нее. И вот мы начинаем видеть травлю в том виде, в котором к ней привыкли. На глазах у учителей, родителей, которые показывают свою полную импотентность и бессилие перед ее лицом. Да что там, дети, травить начинают уже самих учителей. Итак, причина резкого количественного и качественного роста травли лежит в нарушении трехстороннего социального договора между родителем, учителем и государством и в разрушении общего культурного поля. Родители нападают на учителей, например, из-за того, что их дети получают плохие знания. Ну и из-за того, что в ходе взаимодействия их детей с учителями у них у самих возникают различные домашние проблемы. Банально, в ситуации, когда ты не влияешь на ребенка, родительское собрание вызовет у тебя только негативные эмоции. Ну это же и ежу, понятно. Учителя раньше только отбивались от родителей. Перекладывать ответственность за воспитание и образование детей на самих родителей им не позволял атовизм, профессиональная скромность. В нынешней системе образования это вполне логично. И вот недавно учителя это начали понимать. Раздались пока еще робкие возгласы о том, что это родители несут всю полноту ответственности. А учителя только передают знания в соответствии с позицией государства о том, что образование это услуга. Плюс к этому само государство всячески мешает работать учителям по-прежнему, перенаправляя их работу на новый лад. На возникающие при этом огромные беды, а это и есть то самое четвертое измерение с его травлей, выплескивающимися оттуда культом смерти и другими синими китами. На эти беды государству плевать. Тем более плевать ему и на то, что этот путь связан со сложностями и бедами для учителя. Деньги оно продолжает платить мизерные. Ни о каком укреплении авторитета учителя с позиции государства речи просто не идет. Государству наш труд не нужен. Оно просто не может отказаться от этой традиционной и тягостной сегодня для него обязанности по воспитанию и образованию наших детей. Если изменить масштаб и посмотреть на проблему травли с данных позиций, то ясно понятно, почему учителя ничего не могут сделать. Да они сами уже давно пытались скрыться от этой проблемы, а она все равно их настигла. И теперь их трясут за грудки. Да сделай что-нибудь. Сделай уже что-нибудь. А что они сделают? Они разводят руками. Они не знают, что сделать. Они задают сотни неформальных вопросов. Как? Что? Подскажите. Им подсказывают. Тупые чиновники, эксперты, подсказывают психологи, сыпят сотни, тысячи витиеватых словес, пряча за ними полное отсутствие смысла какой-то логики. Бедные, чудные учителя. Да кто же кроме вас самих является авторитетом в этом вопросе? Вы и только вы имеете максимальную компетенцию по данному вопросу. Если вы не можете решить эту проблему, то никто из сторонних экспертов не сможет этого сделать за вас. Вы поймите это. Сами же эксперты делятся на два типа. Первые, которые работают по совести. Ну, мысль хотят разрешить по Достоевскому. И вторые, которые работают либо ради славы, либо ради денег. Но лучше, конечно, и ради того, и ради того. И те, и другие в поисках ответов на этот вопрос, в поисках решения данной беды, отправляются на Запад. Ну, потому что Запад уже давно идет по этой дорожке и далеко по ней ушел. У него есть огромное количество наработок, якобы по решению этой проблемы. Да только все они не работают, потому что Запад погряз в этой беде намного глубже нас. И тогда те эксперты, которые работают по совести, взяв эти наработки и поняв их бессмысленность, они встают в том же тупике, что и учителя, они не знают, что делать. А вот вторые эксперты, так называемые эксперты, которые работают ради славы, ради денег, им плевать на то, что их советы не помогут, а то и навредят. Им главное до тех пор, пока никто не обращает на это внимание, что они единственные, кто хоть как-то копошится на этом поле. А значит, они могут получать гранты. И они получают их. Кто не видел первую часть, посмотрите. И они сами в этом признаются. Количество случаев школьной травли будет непременно и стремительно увеличиваться по всей России. Медленнее этот процесс станет разворачиваться только в городах, где высокий процент образованного населения, в деревнях, докуда эта гадость еще не успела добраться и обосноваться, там и в отдельных школах, где еще есть учителя и директора, носители остатков традиционных и индустриальных культурных ценностей. Это, можно сказать, такой последний оплот сопротивления, но и в нем уже проросли отдельные ростки этой гадости. И вопрос только во времени, когда она развернется там во всю полноту в реальной жизни. Разговаривая обо всем об этом, мы обязаны указать на очень интересный, неочевидный, но важный аспект. Дело в том, что чем громче учитель называет имя этой гадости, чем отчетливее он на нее указывает, ну понятно, не так как я в каких-то других терминах, но тем не менее, чем громче и отчетливее он это делает, тем неугоднее он становится для системы, потому что система не заинтересована в том, чтобы всю эту гадость выволакивали на поверхность и показывали людям, смотрите, система в этом не заинтересована. И тем большее внимание мерзости на него оказывается направленным. Создается ситуация либо-либо, либо победит учитель, либо победит эта гадость. Если победит эта гадость, то учитель будет очернен, оболган и уволен своими же коллегами. И, к сожалению, таких случаев сейчас намного больше, чем победоносных случаев. Ну, связано это с тем, что профессиональный опыт учителей формировался совершенно в других культурных условиях, совершенно в другой ситуации, и специально его тоже никто не учил работе в нынешних реалиях. Соответственно, эта ситуация никак не может вести к воодушевлению в профессиональных рядах коллег, и, в частности, не может она воодушевлять и молодых педагогов, которые только-только пришли в школу, которые, может быть, осознают весь ужас ситуации, но которые и сами одной ногой стоят в этой мерзости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже сегодня увеличение количества случаев травли приводит к ее качественному изменению. Я глубоко убежден, что большинство кровавых трагедий в школе сегодняшнего дня связаны так или иначе с травлей, а дальше это преображение будет носить все более и более отчетливый характер. И так уж устроены СМИ, что все реже и меньше мы будем видеть в новостях бескровных, безобидных случаев травли, и все чаще мы будем видеть там кровь. Но, однако, общество привыкнет и к этому, дайте только время. Но на этом не остановится гадина, она не остановится на этой сфере школьной жизни и будет выбрасывать свои щупальца все дальше. Она проникнет в семейную жизнь, да так, что родители взвоют от этого. Она будет все чаще посягать на психическую и даже физическую безопасность учителей. Она все чаще и грязнее станет проявляться в политике и сталкиваться с законом. И наступит момент, когда государство просто не сможет не отреагировать и молчать дальше. Оно будет обязано проявить реакцию. А реакция пойдет по западному образцу. Уже сейчас в праве есть раздел, который посвящен детям. Он, в общем-то, был всегда. Но его по западному образцу расширят, дополнят новыми механизмами, создадут какие-то критерии, по которым будут выявлять и наказывать родителей трудных подростков, ведут в школу массу медиаторов, конфликтных психологов и черт знает чего еще. Вся эта мертворожденная машина будет бессмысленным ответом на метастазы гадины. По западному образцу с нулевым результатом. Но учителям-то от этого не легче. Их жизнь-то неминуемо начнет усложняться. Им придется адаптироваться. И они тоже пойдут западным путем. Плюнут на все и будут механически отчитывать уроки, стараясь свести к минимуму издевательства и унижения. Из-за этого будет снижаться уровень знаний школьников. Это намного более важный фактор, чем низкий уровень знаний самих молодых учителей, о чем постоянно кричат наши чиновники. Этот процесс идет уже сейчас, и остановки не предвидятся. И сейчас уже почти никто из чиновников и министерств не имеет желания удерживать качество образования. А чуть дальше они все на опыте убедятся, что даже с желанием у них не получается удержать это качество. Тогда они примут эту данность и будут маскировать такое положение дел. Как? Ну мы это уже проходили. Например, когда дети написали ЕГЭ, по-моему, по литературе или по русскому языку очень плохо. Когда пришлось публично понижать количество баллов в соответствующей тройке. ЕГЭ замечательный инструмент вредителей в этом плане. Там все просто. Тем более сегодня, когда большинство механизмов этого ЕГЭ от нас скрыто. Итак, из трудоучителя окончательно исчезнет дух, если хотите, и он станет полностью формализован. Пришел, отчитал, ушел. Никто никого не убил и ладно. Знаний нет, так и плевать. Это их дело и их выбор, как говорится. Хулиганят на уроках, вызываем медиаторов. Нарушают закон, вызываем инспекторов ювенальной юстиции, отправляем их к родителям. Ну а если бьют, убивают, вызываем полицию. Все просто. Однако, вслед за этим, произойдет очередное закономерное обрушение уровня образования. Над тупыми американцами смеемся, так сами станем такими же. Ну а чиновники замаскируют этот провал. А вслед за ним, произойдет обрушение культурного уровня и повышение уровня аборзинов в крови учеников. Увеличится количество пистолетов и ножей в школах, ну потому что оно уже сейчас там есть. А дети начнут сбиваться в банды. Если посмотреть в Америку, так там уже давно это происходит. Если же взять нашу специфику, то банды начнут срастаться с уголовщиной. А уе оно вот уже сейчас под носом. Ну и естественно хозяевами в школах станут эти банды. Вы смотрели канал Раковое образование. До свидания.